Как мы экономим? Экономим легко, ставим себе газовое оборудование, причем ставим себе газовое оборудование на любую бензиновую двигатель. Где ставим? Никуда ехать не надо, вот оно место и вот вам замечательный результат, где вы можете себе все это дело поставить. Тем более, что работают они практически круглый день, ну, по времени, с 9 до 17 часов. То есть приезжайте, доставьте себе газовое оборудование и экономьте, так же, как это делаю и я. Что-то я в этой жизни не пойму. Газ-то, по сути, везде вкуснее, газа этого много. Вопрос-то в следующем. Газовиков, установщиков, газового оборудования много. Кто ставит? И вот тут правило. Хотите, чтобы к вам обращались, так, по сути, круче ТВ-то и нету. Мы как-то доводим до сведений зрителей, что ДВС изначально работали на газу. Ну, то есть ставился газогенератор, потом газ перетекал в камеру сгорания. Да не было скорости, но машины-то ездили. Теперь круче. Топовые скорости примерно те же самые. Кстати, вы же знаете Америка, да? Так вот, Америка, по сути, никогда не ездила и не заправлялась газом. Но это по сути. Сегодня и сейчас я залез на АОЛ, посмотрел внимательно. Так вот, 1600 газозаправочных станций по всей Америке. Конечно, это не то, что Магнитогорск, но и Америка экономит. Кому это надо платить за топливо бешеные деньги? Конечно, электричество рано или поздно выдавит заправочные станции. И в этом никто не сомневается. Но пока и лет так 20, давайте защищать свои кошельки, используя дешевый газ. Так, о чем мы говорим? В городе очень много различных газовиков, которые ставят вам газовое оборудование. Но не все работают так, как вы. Потому что, вот ваш результат. Сколько вы ставите срок гарантии и вообще? Автомобиль устанавливается примерно за 4 часа. То есть, в зависимости от загруженности. Гарантия у нас составляет 2 года или 150 тысяч пробега. Почти на все наше оборудование. И поэтому вы еще и работаете, правильно? Да, соответственно, да. У нас клиенты едут к нам, ставят газ и начинают экономить. Теперь маленький другой вопрос. Мы не будем ничего о другом говорить. Но, допустим, человек купил новую машину. Он прекрасно понимает, что ездить на бензине это немножко дороговато. Как человеку поступить грамотно? Прежде чем поставить газ, сначала желательно поставить машину на учет, конечно. Ставите машину на учет, приезжаете к нам, устанавливаете газ и проблем у вас никаких не возникнет. То есть, мы продолжаем спокойно эксплуатировать автомобиль и еще экономить? Да, конечно. Теперь о гарантии. Не каждый даст вам вот такой пробег. Не каждый. Ставить-то газ может любой. И вы должны понять, что по сути сколько поставщиков то, а гарантии-то и нету. К слову о цене. Давайте проверим цену. Вы ставите типа газ, но какова гарантия? Типа выехали, типа досвидос. Нет, спасибо. Я предпочту реальный смысл экономии. А то поставил и мучаешься. Ездишь ко всем, везде пинок. И везде говорят, ты где ставил газ то? Так вот здесь такого нет. Потому что постановка вопроса говорит об обратном. Здесь не хотят заморачиваться с ремонтом. Делают качественно и надолго. Теперь вариант другой. У нас такие проблемки возникают. Я подумал, что это все-таки некоторое количество связано с коррупцией. Потому что вы же не можете себе газовое оборудование поставить. Хорошо, договорились. Вы себе купили газовую машину. Ну, на газу, которая есть, и реально экономите. Чтобы поставить ее себе на учет. Что вы делаете? Я вам предлагаю приехать сюда. Стоимость демонтажа. Ну, там демонтаж-то не сильно большой. То есть мы снимаем, получается, два редуктора. Точнее, один редуктор, который под капотом ставится. И, если что, вытаскиваем баллон. Это для отечественных машин, у которых там номер кузова под баллоном в багажнике читается. Все. Стоимость этой процедуры от полутора до трех тысяч рублей. Ставите машину. Потом приезжаете сюда, вам обратно все это ставят. И вы продолжаете ее эксплуатировать. То есть это замечательный способ, как чуть-чуть экономить. И не попадает на те 17 документов, которые вам необходимо собрать для постановки себе газовой оборудования. Не надо этого делать, господа. Мы же умные товарищи и вы в том числе.